1922 это год издания фолианта, купленного сегодня в Нью-Йорке у некого частного лица. Анонимность включает цену классика жанра, не того, в котором творил художник, рожденный в Гродно и пьянивший своей эстетикой весь мир искусства, начала века, прошлого. Листать альбом лучше в белых перчатках, ведь этих страниц точно касалась рука Леона Багста. На титульной странице находим автограф Апостола Модерна. Подпись с чернилами оригинал есть заключение экспертов. Вне сомнений, подлинность авторства Пикассо, его литография, портрет Леона Багста, водный фолиант с цветными отпечатками эскизов, балету «Спящая красавица» легендарных русских сезонов 21-го года. А коли у Лондона, те у Парижа, организуются выставы его твору, это целая падея. Это такая твердая валюта в мастатстве. Тому час от час он заявляется на аукционах. До сих пор в стране значилась лишь одна работа Багста. Тоже эскиз, тоже к дягилевскому спектаклю. «Жар птица. Новые линии» сегодня снова приводят к проекту «Арт Беларусь». Это возвращение нации своего по праву истории. Пока мы будем прибыльны, мы будем тратить деньги на проекты, связанные с поддержкой культуры. В теме Багста нам бы очень интересно, конечно, в 2015 году найти живопись. Сейчас раритет на спецхранении в запасниках национального художественного. К слову, музей давно ведет переговоры с французскими потомками метро. Даже готовы сменить под Багста часть постоянной экспозиции. Особливое значение немая, все это коллекции, державные и приватные. Самоглоны были достойны гомостатского взрывного творения. Через год исполнится 150 лет, как родился Багст. Но уже сегодня думают, как экспонировать альбом. Пусть наш экземпляр 459 из 500. Однако он один из немногих, на котором оставил след наш художник Серебряного века. Александр Матяс, Александр Зонов. Наши новости.